Какой же красивый бескрайний тёплый океан. Особенно обожаю просто биом с кораллами. Слушай, Диксик, мне кажется, это прям твоя местность. Вот эти вот тропики, теплота, все дела. Несмотря на то, что у нас должен быть скоро Новый Год, мы с тобой оказались в таком тёплом месте. На отдыхе, так сказать. И знаете, я зашёл в мир и сразу же появился на корабле. Я-то думал, зайду в мир и сразу начну тут уже купаться, плавать до рыбки, вокруг экзотика, все дела. Но мне повезло, и рядом есть корабль, и это хорошо. Но я не думаю, что в этом бесконечном подводном мире было бы тяжело его найти. Но, естественно, нам нужны какие-то инструментики. Давайте-ка рубанём пару деревяшек, чтобы хотя бы мы смогли верстак скрафтить. И я вон снизу уже вижу сундук, и это очень хорошо. Мне кажется, пройти Майнкрафт в бесконечном водном мире, это довольно-таки интересно. Несмотря на то, что у меня уже было выживание 100 дней на острове. Лё, какие ресурсы, слушайте. Достойно. И несмотря на то, что у меня уже были 100 дней на острове, там всё равно было всё немножко по-другому. Там мир был не весь прямо из океана. А тут мы не сможем найти ни одного острова, только кораллы. У меня есть уже полно железа просто за первые секунды игры. Поэтому давайте-ка сейчас немножко дерева. Скрафтим себе сразу же всё необходимое. Это топор. Сказал топор и скрафтил кирку. А вот теперь давайте-ка сделаем топор. Отлично. И ещё больше дерева рубанём, потому что нам нужно сделать ещё меч. И как вы, наверное, знаете, ещё нужно скрафтить щит. Но перед этим золотаем второй сундук, и у нас есть чистая карта. Почему нету карты клада? А ну-ка стоять. Ооо. Ну тут тоже нифига нету. Зато есть немножко еды, и это уже обнадёживает нас. Плюс уголь. Так быстрее дышать. Хууу. Ну, в общем-то, этот корабль, конечно, хорош, но тут мало полезных ресурсов для меня. Поэтому я чувствую, что нужно рубануть дерево, скрафтить лодку и уплывать отсюда куда подальше. И вообще было бы неплохо найти ещё какие-то пещеры, чтобы там залутать алмазиков, потому что нам нужно ещё и дракона убить сегодня. А вот так вот мы не сможем? Отлично. У нас есть лодка, диксик, и у нас с тобой пиратские приключения. Будем грабить корабли. Я вижу подводные руины, если я ничего не путаю. В обычном Майнкрафте я их вообще очень мало встречал. Может, и вообще не встречал. Но, в общем-то, здесь должно быть что-то хорошее. И если я ничего не путаю, то... Хотел сказать, что тут не спавнятся эти подводные монстрики, но нет. Здесь они тоже есть. И давайте-ка я хочу найти клад. Ммм. Пока что не очень. Ё-моё, сколько вас тут? Тут такой райский красивенький биом. Я думал, вас тут не будет. Может, кто-нибудь хочет мне трезубец свой отдать? Эээ, видимо, никто не хочет. Я хочу найти карту с кладом. Мы сегодня должны точно найти какое-нибудь сокровище. Вот я вижу ещё один спрятанный сундучок. Немножко давайте подышим. Манёбры мутим. Аккуратно, чтобы нас не убили. И за сундуком. Ну да, он засыпан песком. И меня сейчас просто пока я буду ломать, чпокнут эти зомбари. Вон мелкий бежит. Слушай, потеряйся, малой. Я тебе сказал, потеряйся. Чё рычишь на меня? Подождите, аккуратно нужно словить волну. Отлично. Хоп. И опять нифига хорошего. А быстренько уваливаем отсюда, садимся в мою лодку. И бегом отсюда. А то я уже хпшки потерял. Честно говоря, наверное, я бы тут и домик бы построил из кораллового просто. И жил бы тут постоянно. Кто живёт на дне океана? Хотя, когда я вначале говорил, что легко будет найти корабли, я чё-то, видимо, немножко попутал. Потому что кроме своего единственного стартового корабля, я больше особо ничего не вижу. Какие-то развалины. Но пока что я в пещеру ещё не хочу спускаться. Я в прошлой части всю игру и так в пещере провёл. Надо полюбоваться красотой. И ещё один подводный город. Пожалуйста, дайте мне карту с кладом, ребята. Я понимаю, что вы там все такие серьёзные, да? Вам нужно защищать сундучки свои. Но я сегодня хочу очень сильно залутать клад. И опять этот блок песка мне мешает. Ну, как это называется. Но это вообще... Ой-ёй, добрый день. Добрый день, ребята, вас тут слишком много. Я сейчас задохнусь. Быстрее. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Может, по-хорошему как-нибудь? Я понял, ребята, по-хорошему дружить не хотят. Сколько вас тут уже? Я, кстати говоря, хотел скрафтить себе щит, но забыл. Но опять карты клада нету. Это просто какое-то невезение. И эти ребята в воде очень опасные. Удача точно не на нашей стороне. Оказалось, всё чётко сложнее, чем я думал. У нас уже настала ночь. Но есть и хорошие новости. И я нашёл новый кораблик. Новый кораблик, новые сундучки, новые хорошие ресурсы. И надо бы, наверное, скрафтить себе ещё железные брони, чтобы в следующий раз меня так легко не убили. Опять куча всего, но карты нету. И быстрее, и что-то я туплю. Нужно скрафтить себе дверь, чтобы мы могли её поставить и дышать под водой. Давайте-ка ещё больше дерева. Аккуратно выбираемся наверх подышать. Не забываем, чтобы у нас не было каких-то ситуаций нехороших. И теперь быстро крафтим. Плюс три двери в нашем арсенале. Я пока что залатал только один сундук, но должен быть где-то и второй. Вот он, кстати говоря. Но кроме чистых карт, больше нифига полезного нету. Чё за дела, ребята? Причём тут есть такое большое ущелье. Возможно, мы сейчас спустимся вниз, и там будут алмазы. А? Пожалуйста, алмазики, вы тут есть. Главное, тут сейчас не сдохнуть. Есть водный карман. Ох ты! Ядрить, колотить! Ставим дверь, быстренько подышать. Фух! Я просто на секундочку заглянул. Миллион мобов ко мне сразу. Здравствуйте! Я такой, до побачения просто. И вроде как вырваться смог. Жесть! Это, наверное, было не самое лучшее решение туда опускаться. Но я хочу найти алмазов. Есть золото, железо. Ещё один водный карман. Добрый день. Что у нас по высоте? Девятнадцатая высота. Это довольно-таки высоко ещё. Но, возможно, как раз-таки возле этой лавы где-то есть алмазы. Я, пожалуй, запомню координаты этого лавового озера, чтобы мы потом смогли сюда прийти и построить портал ват. Но это потом. И чё тут так дофига золота? Это на самом деле странно. Эй, чел, откуда у тебя железный меч? Ты обалдел? Так, всё, нет, не-не-не. С меня хватит, я крафчу себе железную броню. Как минимум, грудак. И как максимум штаны больше мне ни на что не хватает. Но это уже какая-никакая защита. Не, на самом деле, без пещеры пройти Майнкрафт как бы не особо у нас получится. Поэтому, как-никак, всегда мы должны здесь оказаться. Полная фигня, нужно выбираться наверх. Ну и вот мы с Диксиком уже выбрались наверх. Тут уже даже посветлело. Настал день. Мы с ним нашли уже заброшенный портал, где я удачно стыбзил золотой блок. И также немножко золотых вещей. Забрал грудак, хоть у меня уже и есть, но для того, чтобы когда мы были в аду, меня не съели пиглины. Да-да, пригодится как-никак. Я уже вижу еще один кораблик. И пока я сейчас плаву к нему, напишите в комментариях, как вы думаете, найду ли я тут карту клада или нет. Потому что это какая-то жесть. До этого я всегда очень легко мог их находить. Но сейчас мне почему-то совсем не везет. Давайте и раз, два, три. Ммм, вкуснота. Точнее, одна какая-то фигня. Но это реально какой-то бред. Напишите в комментариях, помогите мне, может вы знаете, почему я не могу найти эту дурацкую карту. Все, теперь как бы уже не главная цель не победить дракона, а найти карту, а потом только дракон. Сначала хочу найти клад. Пожалуйста. Ля, еще один развал огромнейший. Может там будут алмазы? Но нет, не тут-то было. Проверяйте, я просто ставлю ставку, что тут сейчас будет просто еще куча железа. Возможно там лазурита и других вещей. Но не карта 100%. Ну вот, пожалуйста. Железо это, конечно, круто. Смогу скрафтить себе еще больше брони. Я хочу найти сокровища с алмазами. Ну на тебе, пожалуйста, все что угодно, только не карта клада. Ну как? Как такое возможно? Ну, хоть пофармим золотых блоков. Быстрее. Время для рагу. Прыгучесть. Спасибо большое за прыгучесть. Добыча 3. Заберем. Эффективность 5. Заберем. Кремень тоже пригодится. Вот это я понимаю. Корабль так корабль. Правда, жалко, что он потонул. Я бы сам, честно говоря, в таком жил. Я просто железный миллионер уже, честно говоря. Вот прям честно говоря. Короче говоря, по какой-то грустной причине в этом мире не генерируются клады. И это очень плохо. Мне это совсем не нравится. Но что поделать. Поэтому я нашел какое-то ущелье, расщелье. И надо срочно подышать. Фух. Дерево. Заброшенная шахта. Добро пожаловать. Я сразу же встречаю от охранники ее. Добрый день. Здравствуйте. Можно потише? Ну попросил же, но не шуметь. Понял. С вами договориться не получится. Ну хорошо, с кладом у нас не сложилось. Так может в этой шахте найдем сундучки. Кстати говоря, паутинку не забываем. На железо даже тошно уже смотреть. У меня его, блин, все карманы забиты им. А ну-ка, давайте-ка запрыгнем на уровень повыше. Если я способен это сделать. Отлично. Ты живой, Диксик? О, что-то мне крикнул, значит живой. По итогу туда же и вернулся. А если в эту сторону? Да, блин, что же это такое? Вот так. О, Диксик, здорово. Сундук. Спасибо, что помог найти сундук. Нифига. Уже вторую серию подряд этой рубрики я нахожу супер зачарованное золотое яблоко. Я в шоке. Честно говоря, я немножко в шоке. Еще больше еды. У меня столько всякого хлама, нужно, я не знаю, выкинуть что-то. Вот это нафиг мне не надо. Факела давайте-ка возьмем на всякий. Заговор огня. Но он мне тоже не нужен. Нужно перекусить. Откуда вас так много? Господи, пошел в жопу. Стоит сверху, так там еще стреляет. Я тебя сейчас в лаве покупаю. Иди поплавать. Давайте заткнем эту воду. В общем-то это знак судьбы. Ничего не нашли хорошего, зато хоть пришли к лавовому озеру. Ведерко и шляпу. Накидываем. Это можно выкинуть. Также еще за бубенем хлеба. Черпнем отсюда воды. Видимо в этой жизни я никогда не научусь строить, мать его, эти порталы нормально. Так, чтобы не залить все озеро лавой. Я не понимаю, что я делаю не так. Каждый раз что-то идет по жопе. Вот как всегда, все хочет, чтобы было хорошо. По плану. Но никогда так не получается. Сюда. Последнее ведерочко. Так, так, аааа. Течение. Хобана. Фух. Верстак не забыть. Зажигалка у меня. Вперед. На дорожку закусим. Чудесный спавн. Ляпота. Хм, неподалеку от портала я вырылся. На меня, естественно, сразу же нападает газ. Но из хороших новостей, неподалеку была адская крепость. Пошел в жопу, господи, газ ты. Как же они куморозят, а? Вот и спавнер. План капкан. Добрый вечер, я диспетчер. О, господи. Как-то я слишком опасно вылез на них. Я понял, дело без золотого яблока не обойдется. Я вас услышал. Так, ладно, нужно пока действует мое яблочко сделать фарша из этих эфритов. А то потом они меня немножко накажут. Правда, спавнер не очень хороший, открытый. Они постоянно подлетают. Тут еще черные скелеты. Сюда, гаденыш. Сюда. А ты что тут, думаешь лучше других? Ребятки, с вас тоже фарш сделать? Их тут до хрена. Ладно, понял, не буду. Сюда, малой. Я, кстати, не видел, что на спавнере такая мордочка нарисована. Напишите в комментариях, вы видели? Я просто никогда на это внимание даже не обращал. Давай задолбали подлетать. И еще одну буквально. Отлично. Как говорится, до побачения, хлопчики. Подождите, золото заберу. Золото забираем и точно уходим. Я так подумал, хватит с меня этих бастионов, там нервы еще трепать. Поэтому сейчас аккуратненько как-нибудь отсюда выберемся и пойдем... Да, идите в жопу. Накопаем больше золота. Вот здесь, например, так вот, хоп. Ой-ой, тут гаст, это нехорошо. Бабанс, сундук. О, халявное золото. Это мое. Эндермен. Стой, не уходи никуда, я сейчас прибегу. На самом деле, лодки это офигенный предмет. Их можно очень круто использовать. Можно спадать с большой высоты в аду, как я перед этим сделал. Либо вот так вот садить... Нет, не вот так вот. А вот так вот садить эндерменов и убивать их. Халявный перл мне не будет лишним. Слушайте, вот это вот просто обычный биом, да, адовский, самый стандартный. Это хорошо. Это даже очень хорошо. Потратим сейчас несколько часов на раскопки золота. Хм, мое любимое. Ля-ля-ля, диксик, посмотри, какую шайку болванов выцепил. Я золото накопал просто миллионы миллиардов, поэтому давайте-ка его переделаем. Я уже чутка им скинул. Еще чуть-чуть отправим им. Нате вам стак, даже больше стака. И у меня еще чуть-чуть осталось. Так, стрелы, это мое. Стрелы мне нужны, кстати говоря, не забыть скрафтить лук. Потому что без лука никуда. Как там говорится, скажи лук, палбустук. Отлично. Еще стрелы. Так, давайте-ка вот тут спустимся. Много стрел. Обсидиан. Так, ага. Вроде бы у нас все под контролем. Ребят, работаем. Работаем получше. Нам бы эндерперлов, знаете ли. Буду очень благодарен. Безумно благодарен. Так, золото я у них не украл. Надь вам еще золотые блоки. Держите, все же хотите, забирайте. Только дайте мне обсы. Стрелы есть. И еще перлы. Не забываем за перлы, ребят. Это в первую очередь надо. Так, зельки огнестойкости, они мне уже не актуальны. Ребят, я не понимаю, у вас они что-ли закончились? Или вы меня немножко не понимаете? Мой язык. Эндерперл. Жемчуг, жемчуг, глазик. Можно мне? Ребят, ну мне придется вас наказать. Ну вы как бы одумайтесь. По-хорошему. Одумайтесь, я вас прошу. Тапки обунем. Тапки, кстати, на скорость души 3. Я хотел, блин, золотой грудак одеть. Так, его и не одел. Выкинуть. О, перлы уже получше. Это в помойку. В помойку. В помойку. Стрел достаточно. Апсы достаточно. Это в помойку, в помойку, в помойку, в помойку. Так, заставлю себе все обсой, чтобы мне всякий хлам не сыпался. Я там увидел эндерперлы. 16 штук уже? Вы что, бешеные? Понял, ребята. Мы собираем манатки и отсюда уезжаем. Чувствую, сейчас просто заспавнюсь посередине океана. Беспомощный. Но ничего. Разберемся. Где моя жига? Огнева. Дайте люди огневу. Спасибо за сотрудничество. Но нет, не угадал. Появились мы снова почему-то в заброшенной шахте. Я не знаю, что у меня за мания на заброшенные шахты, честно говоря. Но как-то так. Ля, какие огромные лавовые озера. Опасность. Может тут алмазы будут? Ну что-то вот реально, мне сегодня не сильно везет. Ни алмазов, ничего. Ладно. Расстраиваться мы, конечно же, не будем. А будем выкапываться наверх. Потому что не очень хочу кидать глазик. Я где-то в шахте. А то еще он черт знает куда-куда-то в камни залетит. А мне это не надо. Мы выбрались. Припарковались. Давайте-ка посмотрим, куда мы этой ночью будем держать путь. Ээээ. Обожаю этот мир. Просто люблю всей душой. Ни сокровищ нету. И, видимо, данжа с порталом тоже нет. Потому что, как вы можете видеть, я клацаю. А глазик не летит. Значит, со что этой структуры в этом мире нет. Но нам пройти Майнкрафт-то надо. Поэтому я думаю, вы меня простите, если я сейчас зайду в креатив и сам построю этот портал. Ну что, братанчик. Получается как-то так. Неожиданный конец, неожиданный поворот. Я думал, что раз в бесконечной пещере был портал, и поэтому как бы здесь он тоже должен быть. Но что-то не так. Какой же все-таки красивый этот мир. Но, черт побери, сложный. Все, всякий хлам подальше и вперед. Здорово, братюнь, давно не виделись. Ну я случайно, случайно посмотрел тебе в глаза. Раз ты у нас такой важный. Я все понимаю. Ну извини. Извини. Почему сегодня все такие агрессивные? Какие-то возбужденные, ребят? Идите, отдохните, расслабьтесь. Ей-богу. А вот на эту столбяру, видимо, придется взобраться. Че с водой? Че она не разливается? Господи, какой-то багнутый Майнкрафт. Честное слово. Ммм, нафига я сюда лез? Все, все кристаллы вроде бы взорваны. Пошел в срокотан. Давай спускайся, малой. Ну и бред, конечно, полный. По-другому и не скажешь. Ну ты просто пес. Давай пониже спускайся. И какого фига я еще загорелся? И он удары не принимает. Я вообще не понимаю, что происходит. Сейчас просто с лукой вот добью уже. На! Наконец-то! Я думал, я этого не смогу уже сегодня сделать. Я просто чуть не сгорел. Фух. Ребят, предлагайте в комментариях свои варианты. В каком еще бесконечном мире можно пройти Майнкрафт?